Предлагаю больше не заморачиваться и не придумывать годом чего будут следующие 12 месяцев, а просто начать жить эпохами. Вот сейчас эпоха бреда, например, началась, чиновничего, ладно, пусть будет креатива, у нас ведь что не день, так фундаментальное высказывание от слуги народа какого-нибудь. На этот раз отличилась и вице-премьер российского правительства Голикова. Недавно на Первом канале был сюжет, поведала Татьяна Алексеевна главной газете страны, российской так она называется, как молодой человек бросил курить в течение года, он сэкономил 1 миллион рублей, представляете, просто потому что перестал сигареты. Вот блин, я человек курящий, но меня уже неделю терзает вопрос, а кому все-таки важнее бросить курить вот прям сейчас, мне или Голиковой? Начинаем! Вообще тетя Таня уже не впервые веселит публику, пару лет назад она отметилась с другой пламенной речью в эфире телеканала «Россия-24» о том, что коррупция в России это вообще миф, а еще, что чиновники работают в тяжелейших условиях всеобщей ненависти, разумеется, в этой связи им и машину хочется хорошую прикупить, и домик за границей. Господа, те, кто смотрят меня постоянно, вы, наверное, уже обратили внимание, что я все чаще и чаще поминаю в своих программах добрым словом «Дома печали» объяснюсь. А как еще расценить высказывание, например, вот этой вот замечательной барышни? Мне действительно кажется, что у человека беда просто какая-то, что навалилась на хрупкие плечи блондинки целая куча недоразумений, вот и отправилась кукушка в самостоятельной от хозяйки путешествии, ей может помочь надо на самом-то деле, а ее на передовую вместо этого кидают постоянно, где о народе думать приходится круглосуточно. Короче, может митинг соберем, что ли, ну, выйдем в защиту Татьяны Алексеевны на улице, пусть Димон знает, что нам судьба чиновницы не безразлична, хватит над женщиной измываться и тяжелой работой грузить, мы ведь правда таким макаром потерять можем ценного кадра, станет, не дай бог, еще одной Мизулиной или Поклонской, только в Думе тогда правительство осиротеет. У нас растет продолжительность жизни, достаточно высокими темпами, хотя пока нам предстоит еще принять достаточно серьезные меры, чтобы достигнуть тех показателей, о которых говорил президент в 78-м, в 24-м и в 80-30-м. Но тем не менее, за последние 10 лет продолжительность жизни в Российской Федерации увеличилась на 6 лет, более высокими темпами продолжительность жизни возросла у мужчин. И возвращаемся к высказыванию министра Блондинко о том, что на сигаретах можно миллион за год сэкономить в легкую. Ребят, я допускаю, что это женщина, что человек не знает, сколько стоит табачная продукция в рознице, потому что не курит. Меня другое парит. Мадам в течение 5 лет возглавляла счетную палату Российской Федерации. Стесняюсь спросить, как эта чиновница аудиторские проверки проводила. Хорошо. Поясню для несведущих. Средняя стоимость пачки сигарет сегодня 100 рублей. Среднестатистический курильщик выкуривает за день пачку. Умножаем эту пачку на 365 дней. Короче, если я сегодня брошу курить, то к концу ноября будущего года я сэкономлю 36,5 тыр. А нам тут целый экс-председатель счетной палаты рассказывает о каком-то миллионе. Теть Тань, вы не заболели? Я еще раз спрашиваю. 38 попугаев и еще одно попугайское крылышко. Ну, крылышко можно не считать. Ах да, я ж про попугайское крылышко-то забыл точно. У Татьяны Голиковой ведь другая математика. Какие 36,5 тысяч рублей? Она даже не знает, как такая купюра-то выглядит. В их кругах миллионами считать принято. Отсюда и округление в сторону понятной для министра цифры. Я даже представляю, как они со своим политтехнологом перед тем интервью общались. Что такое 36 тысяч? Это больше миллиона или меньше? Ну, тогда пусть будет миллион. Мне так понятнее. Собственно, исходя из этого, парень-то вот этот вот герой первого канала Ляма умудрился сэкономить. Короче, вот сейчас все стало на свои места. Это реальная журналистика новостей из дурдома. И я, привет. Поехали. И все-таки, чтобы вообще окончательно успокоиться по поводу первой части сегодняшней программы, послушайте еще и вот это. Другое дело, что в бытность мою министром здравоохранения и социального развития мы принимали достаточно серьезные решения, которые были связаны с трансформацией пенсионного обеспечения. Это действительно было так. И что еще было в тот период времени, это изменение законодательства об обязательном медицинском страховании. Стоп! А вот теперь попытаюсь перевести на русский язык то, что я только что вам показал. Ребят, за последние 15 лет госпожа Голикова успела поработать с заместителем министра финансов, затем министром здравоохранения, причем, будучи главным врачом, она еще и пенсиями занималась, сами только что слышали, потом человек перешел в аудитор и счетную палату возглавляла, а теперь бабушками, бывшими афганцами и роддомами мэм занимается от помотала женщину жизнь. Когда мы принимали решение по повышению страховых взносов, оно было оправдано. Но это очень сильно ударило по малому бизнесу. По дизайн-предпринимателю вас? Нет, вы сейчас про решение этого правительства или про решение правительства? Я про то, а вы про это. Слушайте, да, тут бы кто угодно с ума сошел, но вот представьте себе, вчера ты подводником был, сегодня астронавтом, завтра кондитером, и через неделю вообще профессор-энтомолог, который следует на Суматру ловить бабочек. И еще немного о счетной палате. Ребята, от удачи атаку Диуаху отправили работать. Светлана Орлова зовут женщину, бывший губернатор Владимирской области. Ну, вот одно из ее высказываний, например. Ничего мы не боимся, у нас демократия была столетиями. Нам более тысячи лет нашей империи. То есть, прикиньте, пост сдал, пост принял. Одна не может посчитать, сколько курящий россиянин за год сэкономит, если бросит. Другая тысячелетнюю историю российской демократии откуда-то выкопала. Ай, досчетная палата у нас. Хотя у нас все чиновники и другие слуги народа умные. За 22 года работы на федеральном уровне, я думала, что я все знаю. Но за 2,5 года работы губернатором, я поняла, что я жизнь узнала только сейчас. Как она складывается, как кто кого поддерживает, кто что крышует, как только зажимаем, тех, кто пилил бюджетные денежки и работал вице-губернаторами, начинается атака. Ну и чтобы меня не ругали, мол, только на власти наезжаешь в Екатеринбурге, нарисовался сумасшедший пенсионер, который подал в местный областной суд, внимание, на Россию. Поводом для судебных разбирательств послужили железные гаражи и автомобиль «Запорожец» в 80-м какого-то лохматого года. Короче, началось все 10 лет назад. Тогдашний мэр ЕКБ Чернецкий постановил убрать все железные гаражи к ядрени Фене. Вернее, постановил он еще в 2000-м это. А убирать начали спустя 8 лет. Мужчина решил, что его это не касается и забил. С 2008-го он даже не появлялся в своем гараже. Появился сейчас и с удивлением узнал, что на месте гаражного кооператива ничего нет. Финансовые потери. Человек оценил в 10 тысяч евро. Хотя почему в евро? Ну, наверное, потому что «Запорожец» это теперь и на «Иномарка». Более того, мужик включил счетчик 2 евро за каждый день просрочки. Но пока суд решение не вынесет, хотите знать мое мнение? Ну, вот оно двоякое. Первое. Мужик, а где ты был 10 лет? Почему тебя это вообще никак не парило? Хотя, с другой стороны, в защиту мужика скажу. Вот я специально нашел карту того, что находится сейчас на том месте. Вот. Этот гараж действительно так нужен был город. Он бы здорово обезобразил ту помойку, которую я вам только что показал. Вот недаром назвал эту программу «Новости из дурдома», потому что дурдом и есть. Одни непонятно, зачем снесли гараж у человека вместе с Трахомой, цена которой 3,50 в базарный день. Другой хочет за свое имущество, как минимум, Букингемский дворец России. Я, блин, и на этой оптимистичной ноте пока сдуюсь. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. На моей страничке в Ютьюбе вы найдете больше поводов для улыбок, а также для радости и гордости. Заходите, не стесняйтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть чем поживиться. Еще в друзья добавляйте. С темы предлагайте. Под ними мы обсудим. Я же за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok